Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первознанном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистой энергии Абсолютом. Берем Заряну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Заряны поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Заряну. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе наперед. Сеанс. Она доверит, она в ноги показывает. У нее там белые энергии вокруг нее. Уманные какие-то. Силой моего намерения эти белые энергии, находясь в ногах, до последней частички, выходят из ее биополе и формируются перед Заряной в шар. Один, два, три. Пошел процесс. Скэнер помогает, выводит все эти белые энергии из ее ног. Готово. Отправляет иный шар с этими энергиями в клетку-тюрьму. Что там? На нее покойная душа похоже, но у нее что-то как черный шар какой-то в руках. Или не в руках, формируется пока. Формируется, хорошо. Неупокойная душа. Отправляет в клетку-тюрьму. Хорошо. Снимается маска и голограмма. Фантом пристает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Кто ты? Представься. Он на одно колено встал. И у него в руках шар какой-то. Говорит, что он алхимик. Представься, как к тебе обращаться. Арнольд. Арнольд, как давно ты закончил свое земное существование, свой земной опыт? Дело в том, что я передвигаюсь в этом теле уже несколько сотен лет. А почему так, Арнольд? Почему ты никогда не уходил? Я могу жить в таком состоянии, заходя в человеческое биополе. Иногда проживая, иногда выхожу. Иногда, как сегодня, я бы хотел переместиться в другое измерение. Я научился этому в виде портала. То есть ты знал, что мы откроем этот портал, ты пришел специально к нам? Я пришел переместиться дальше. Но я вернусь на Землю. Интересно у тебя. Интересно у тебя. Понятно, ты вернешься в воплощение или ты вернешься опять по своим делам? А чем ты занимался все эти столетия? Скажу вам по секрету. В том теле, как я сейчас, даже приятнее возвращаться. Я могу использовать любое тело, проживая, чувствуя, направляя. Иногда, конечно, я выполняю свои эгоистические желания, пользуя биоробот-человека. Я только об этом хотел сказать. Я нашел этот путь. И мне интереснее так жить. То есть сам ты не хочешь воплощаться и жить в нормальном воплощении? Нет, я не хочу чувствовать эту боль, разочарование, потери. А, в этом теле у тебя, конечно, нет боли и нет разочарования, я так полагаю? Нет. Я захожу в тела, если хочу это почувствовать. Переживаю этот момент и иду дальше. Хорошо. А как тебе эти сущности, которые находятся тоже в этом биороботе, они тебе не мешают? Или ты берешь специальные... У нас разные вибрации. А, вот в чем дело, понятно. То есть они тебе никак, да? Можно еще уточнить, в какой стране ты жил, когда это было, и чем ты... Ты сказала, ты алхимик, но просто интересно. Англия. Англия. И сколько лет назад это было? Столетие. 1425 год. Вот это ты опыт получил. Я нашел способ перемещаться. Менять объем, менять свое тело, скажем так. И это ты научился физическом биороботе, когда еще жил, или ты научился... Да, физическом. Я был не один. Мы изучали алхимию. Понятно. У нас легенды ходят про этот период. 13 век это был, когда все это расцветало. Хорошо, Арнольд, я тебя благодарю за эту информацию. Я не хочу тебя задерживать и мешать твоему продвижению дальше. Ты готов уходить в светлый портал? Я готов уходить. И я бы хотела поблагодарить вас за открытие портала. Для меня сам я бы не смог это сделать. Другое измерение требует других затрат, энергий которых у меня нет. Совершенно верно. Хорошо. Открываю на счет 3 против часовой стрелки светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Арнольд идет в этот портал. Мы желаем ему всего наилучшего в его дальнейшей жизни. Прощайте. А может еще и увидимся. Надеюсь, в физическом биороботе, а не через подселение. Благодарю тебя, Арнольд. Всего тебе наилучшего. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он как-то у него нашел. Я такого еще не видел. Ничего себе, товарищ Арнольд. Давай просканируем Зариану. Зариану, такие вещи тоже бывают. Не пугайтесь. Это, скорее всего, он пришел к нам, зная, что вы обращались к нам на сеанс. Это, возможно, 1-2 дня вы могли что-то ощущать, но ничего такого нет. Хорошо. Зариана, как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствую радость, что захоронила чистоту. Безусловно. Видно, что вы работали. Можем только подтвердить. Сейчас вы останетесь со мной здесь, а Вера сходит и поднимет вашу дочку Рианну. И мы сразу перейдем к ее чистке. И, Вера, я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию, воплощенную на Земле. 1-2-3. Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом, предстоит перед тобой в первом с данным виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия, она в сетке. И она рычит. Она рычит в сетке, да? Да. Так будем поднимать? Да. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Рианну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Рианной поднимайся в комнате диагностики. 1-2-3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, Рианна идет к маме. Мы приветствуем Рианну. Я даю команду на счет 3. Это сетка силами. Его намерение отключается полностью. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Выходит и зависает перед Рианной в шар. Пошел процесс. Скэнер помогает, отключает эту сетку полностью. Готово. Отправляю сетку в клетку-тюрьму. Готово. Рианна, так лучше тебе. В ней еще сущности есть сильные. Хорошо. Сейчас будем всех вытаскивать. И я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Рианы под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Рианы. Находит все. У нее гуманоид. У нее гуманоид. Это его сетка. У нее бес. Еще кто? Все. Какой бес? Посмотри. Восьмерка. Хорошо. Сколько ты находишься в биополе? Он кричит, что 9. 9 я. Почти 9. Почти 9. Пока 8. Итак, сколько ты находишься в этом биополе? И почему? Три года. И почему ты здесь находишься? У тебя есть контракт какой-то? Это удобно. Находиться здесь. Управлять. Ты понимаешь, кем ты управляешь? Ребенком. Ангелом. Ну хорошо. А мы ангелы друг за другом стоим. Ты знаешь, есть такая вещь. В моих руках появляются шары. Царя энергии. То, что я был честен. Все рассказал, как есть. Как твое влияние оказывалось, отражалось на ее физическом состоянии? Это твое рычание было? Бесилось. Бесилось. Непонятно мне пока еще с тобой бес. Будем дальше разбираться. Что ты оставил в ее биополе? По носке оставил и на руках. Есть мои парышки, как вы говорите. Но это моя энергия. Раздражение, да? Поэтому она драться лезла. Не раздражение, да. Она драться лезла, вот. Это показ. Я увидел. Дави всех. Так я и говорил. Слушай, Бес, ты так звучишь, как будто ты был когда-то человеком. Ты первородный или ты был человеком? Дай подумать. Наверное, был. Ты уже не помнишь? Нет. Жаль. Потому что я собирался все эмоциональные негативные энергии вытаскивать. Если бы ты мне дал какую-то информацию дополнительную, возможно, я бы тебе его отдал. Но пока нет повода. Хорошо, я перехожу к гуманоиду. Гуманоид, откуда ты? Давай я тебе еще расскажу. Там много подключек космических. Где? По всему телу. У нее? Да. Ну, от гуманоида? Да. И он давил ее своей энергией, да? Вот это я не знаю. Меня не давил. Хорошо, получишь эмоциональный фантом. Гуманоид, откуда ты? Ута. Ута. Гуманоид Суты. Сколько ты находился в этом биополе? Шесть. Шесть лет. Ребенку семь лет. То есть, когда ему был год, ты зашел в него? Он показывает волосы почему-то. В ее волосы плетено что-то. А что там под плетеновые волосы? Там есть еще что-то в волосах у нее? Или это было? У нее есть в теле, есть подключки у него. Кроме сетки у него в области живота, круг. Вот я его как раз и чувствовал на фотографии. Хорошо. На каком основании ты шесть лет воздействовал на нее? Он вплетал ее энергией своими. Хорошо. К моему вопросу. На каком основании? Да. На основании кармы. Вот с этого момента поподробнее. У тебя есть какой-то контракт с ней? Это моя месть. Да ты что? Ты им стишь ребенку, ангелу? Душа. Я искала ее. Да ну рассказывай тогда всю историю. А что ж ты ее искал? Что это было? Конфликт у нас произошел. Ты решил мстить? Да. Чувствуешь вы? Не почистила хвосты перед воплощением. И ты ее нашел и вошел, когда ей был год. Ну что ж, мне история понятна. Значит, это не санкционированное вторжение. У тебя нет контракта на это присутствие и на такое воздействие. Ты воровал ее душу? Он как скрещивался с ней. Он показывает волосы. Он начинал ей летать такие длинные, как проволоки. Че, гуманоиды из нее делал? Именно так. Ну так она и на фотографии. Пусть все будет в моей шкуре. Ах, серьезно? Ну я бы не желал сейчас никому быть в твоей шкуре. В моих руках появляется живая плазма. Один, два, три. Вот для таких случаев у меня есть такая вещь. Это он рычит. Это он рычал. Гуманоид получает удар. Пятьсот тысяч герц. Удар. Он и сейчас рычит. Влад, сделай так, чтобы он не рычал. Положи его на пол. Нам оно надо, это рычание. Верон скулит. Теперь ты скулишь. А что ж такое? Как насчет мести? Паразитарная сущность. Хорошо. Сделаем следующее. Говорит, что это мой кусок света. Ну а ты мой кусок света и все. И живая плазма тебе сегодня будет в подарок. На этом заканчивается эта история. Итак, Верочка, я хочу сейчас просканировать. Сколько процентов души сейчас у Рианны? Скеннер, просканируй. Полноту души. В процентах. 58. 58 процентов. Ну что, в принципе, ты подписал себе приговор. Мама решает, что будет с тобой дальше. Итак, я даю команду скеннеру. Скеннер сканирует сейчас Рианну. И на частоте гуманоида выводит и отключает все подключки, которые находятся в биополе. А также сопутствующие энергии, чипы, датчики, импланты и конвекторы. Все это выходит. У нее конструкция идет с головы на плечи и вниз к этому барабану подключена в животе. И она вверх вот так поднимается и снимается. У нее, в принципе, там есть сетки души. И в сетке, и в этой конструкции они не были отправлены. Он просто смешивал со своими энергией. Мы проверим. Посмотрим, сколько будет после реверса процентов. А душа у нее сильная и осознанная. Ее сейчас видно. Тонкую копию. Хорошо, когда снялось все. Все вышло? Да. Отлично. Хорошо. Теперь я даю команду на счет 3 все, что установилось на частоте. Бес, выходи и сними все, что у тебя там осталось сразу. Она такая сильная. Она говорит, Бес, у меня нет к тебе претензий, малыш. Он с него снял с нее. Снял с носки и с рук снял у нее. Хорошо. Значит, тогда делаем следующее. Я даю команду тонкой копии реальность проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродные негативные патогены и низкой операционной энергии в ее биополе. Один, два, три. Каналы выстроились. Одновременно выстраивая канал к этой сетке и конструкции гуманоида, также к носкам и варежкам Беса, я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены и низкой операционной энергии от всех негативных программ негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к риане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пошел процесс. Он, знаешь, наговорит, что то, что идет к Бесу, это все ерунда. Можно научиться контролировать. Все верно. А вот то, что сделал гуманоид, влетая своей энергией с моей душой, от этого очень трудно избавиться самому. Это верно. Но сегодня у тебя будет шанс не только избавиться, но и вернуть всю свою боль, если ты сможешь ее отличить. Не только это я хочу наказать его. Пожалуйста, любой каприз. Как тебе удобно. Скажи, что ты хочешь, мы все сделаем. Скажи, после того, как верну свое. Хорошо. Ты видишь, у меня живая плазма есть, так что для него это смертельно. Ты хозяйка в своем биополе. Или мы его сдадим в межгалактическую полицию. Нет, смерть это слишком просто для него. Хорошо. Значит, тогда придумаешь сама. Ждем окончания реверса. У меня есть для него подарок. Отлично. Нам всем уже стало интересно. Ангельскую любовь. Вот что я пошлю его. Хорошо. Вернулась. Отлично. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса. Рианос забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что они взяли до последней капли, возвращает Рианос и обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Эта сетка тускнеет. Ну и сварежек, бесы и носков тоже забираем все. Готово. Даю команду скенеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Выходит эмоциональный фантом Рианы. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоабрационные эмоциональные энергии. Резориентация, ревность и агрессия. Все это низкоабрационное, ей же сгенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышло фантом. Много? Много. Риана готова расстаться с этими энергиями? Готова. Сворачивай их в шар. Бес забираешь. Смотрит ли, есть там частички ангельской энергии? Хорошо, даю команду. Если в этом шаре находятся частички ангельской энергии, на счет рени все возвращаются назад к Риане. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. Готово. Вернулась? Да. Отправляю. Бес забираешь? Забирает. Отправляю Бес. Готово. Хорошо, Бес. На этой ноте мы с тобой закончим, потому что мы все вытащили. Ты больше никогда в это биополе не зайдешь. Тебе это понятно? Понятно. Хорошо. Ты готова уходить? Готово. Хорошо. Открываю внизу портал против часовой стрелки на 4 Беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Риана, как ты себя сейчас чувствуешь? Лучше? Великолепно чувствую. Мне бы еще синхронизироваться. Хорошо. Давай мы тебя тогда заправим сразу энергиями. Так. Негативных игреров у него наверняка нет. Давай мы тебя дочистим уже до конца. Хорошо. Если есть какие-то лярмитическое режиме, приступаю к их удалению. Пошел процесс. Мне в руки и в ноги негатив скапливался. Потому что там были варежки и носки беса. Поэтому руками она драться лезла. Вот так это все работает. Готово. Она говорит, я пришел созидать, а не воевать. Но приходилось защищаться в пяти год. Понятно. Вот эта оборона, она в серости осталась. Все у этого уже нет. Все убираем. Готово. Открывая портал в галактическое ядро, с достаточными энергиями уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяясь. Готово. Хорошо. Контракта у тебя нет, Риана, в таком возрасте? Или ты что-то еще с прошлой жизни притянула? Гуманоид говорит, контракта нет у него. Будем проверять? Проверять будем, но она говорит, что уничтожила все перед воплощением. Хорошо, давай проверим. Я говорю вслуха, тонкая копия, Риана повторяет за мной. Я вызываю дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. У нее вышло пару фантомов, но все чисто. Фантомы, отлично. Открываю портал в галактическое ядро и все фантомы уходят на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Хорошо. Эмоциональные фантомы убрали, манифест еще рано. Переходим к закачке энергиями. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Риане и какая частая вибрация? Сто восемьдесят и тринадцать. Тринадцать. Хорошо. На счет 3 макушку головы Риана начинает поступать 7 высокоэббрационных потоков по сто восемьдесят процентов каждый. Один, два, три потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Она же ангел, да? Угу. Даем ей ангельской энергии. Пошел канал ангельской энергии. Поток. И понимаем, что вибрация до тринадцати герц. Пошел подъем. Она смеется, говорит, подожди, не так быстро. Загрузишь меня с непривычки, буду в эйфории. Лучше в эйфории быть, чем кулаками драться. У меня крылья большие, светлая сзади. Отлично. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готово. Она говорит, вот теперь я хочу наказать. Подожди. Создаем защитную оболочку по цене тонкой копии Рианы к источнику поля Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Готово. Пусть тонкая копия Рианы вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. Она говорит, самый счастливый – это сейчас. Но для биоробота 400 пусть будет. Отлично. И поднимаем эмоциональное состояние тонкой копии Рианы до числового значения 400 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Есть. Вот теперь мы закончили, Риана. Итак, что ты хотела сделать? Она говорит, можно долбануть его? Пожалуйста. Твое право. Твое биополе. Твоя жизнь. Твоя душа. Ну, получи тогда. Она подошла и из ладони выпустила поток энергии, луч такой широкий, ангельских энергий. Сейчас ему там светло-светло в клетке. Он звуки издает какие-то. Радости, наверное. А все, она горит, больше не подойдешь ко мне. Хорошо. И теперь я даю команду скэнера. Скэнер, просканируй Риану на полноту души. Пошел скэн. Процентов у нее. Сколько? Сто. Сто процентов. Отлично. Все, Риану. Вот теперь мы закончили. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Ли, приветствую тебя. У нас здесь интересный гуманоидз Уты, который вошел в ребенка из-за мести. Душа оказалась осознанной, дала хорошие ему энергии ангельских. И сетка была установлена, была установлена конструкция. Все это сейчас в клетке находится. Посмотри, пожалуйста. Приветствую всех. Конструкцию удалять, уничтожать. Да. Гуманоид пойдет с нами. Его еще долго будет речь этот свет изнутри. Отлично. Хорошо. Под сеткой конструкции открываю портал галактическое ядро. Сетка конструкции уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатаем, растворяем. Ну, давай, мститель. Пиши письма. У него как дырка такая внутри. Она все светится по краям. Еще продолжает его. В любом случае. В любом случае это лучше, чем живая плазма для него. Там бы процесс закончился уже быстро. Так что это самое минимальное для него, что он заслужил. Забрали его. Отлично. Хорошо. Все. Мы закончили. Риана, как ты теперь? Великолепное себя чувствую. Она говорит, мама, полетели домой. Сейчас так и сделаем. Будем возвращать тебя в систему Бероба Душа, а потом придет мама. Желаем тебе... Подождите, я хочу поблагодарить вас. Во благо. За избавление. Принимаем твою благодарность, Риана. Желаем тебе всего наилучшего в твоей жизни. Все, идите дальше. Это наша работа. Так и будем делать. И для усвоения энергии в рации возвращаем тонкую копию Рианы в систему Бероба Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Беробом и энергетическими тонкими телами. Она опять говорит. Я пришла созидать. Пусть мои родители этого слышат. Она показывает музыку, рисование. Вот. Пусть в этом направлении развивается. Все правильно. Даже танцы какие-то, я бы сказала, народные, спокойные. Ну, почему нет? Со смыслом. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. На месте. Отлично. Заряна, возвращаем вас назад в вашу систему Бероба Душа. Мы закончили нашу работу. Заряна в шоке. Почему? От дочки? Или что? От всего происходящего. Ну, хорошо. Вы себя нормально чувствуете сейчас, Заряна? Шок пройдет. Чувствую-то я себя хорошо. Я теперь думаю, как мне общаться с сознанным ребенком и защищать ее. Выставляя своими энергиями, своим намерениям защитный купол вокруг нее. Буду искать информацию. Благодарю вас. Наш администратор перешлет вам информацию. Кроме того, у нас очень много сеансов на канале с чистками детей и как советы, как заправлять детей энергиями. И мамам, обратите на это внимание. И информацию вы эту найдете у нас однозначно. Хорошо. Будем возвращать вас назад. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Заряны в систему Бероба Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Бероботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Я отключаюсь от объекта и поднимаюсь в комнату диагностики. Пошел, пойдем.